Доброе утро, Севастополь! Я нахожусь в музее истории Балаклавы. 165 лет назад, в 1854 году, произошло Балаклавское сражение. Одно из самых известных сражений Крымской войны второй половины XIX века. В этой войне принимали участие с одной стороны силы Франции, Великобритании и Турции, а с другой стороны силы России. И сражение происходило в Балаклавской долине у подножия Федюхиных высот. Балаклавское сражение – это одно из первых и самых сильных сражений, в которых русская армия преобладала по силам. И я нахожусь в музее истории Балаклавы. Рядом со мной краевед Сергей Гонтарь. Доброе утро, Сергей! Здравствуйте! Напомните нашим телезрителям о Балаком сражении и самых интересных, важных фактах, которые должен знать каждый севастополец. Сегодня я всех поздравляю с Днём Победы! Сегодня, 25 октября, по нашему стилю было 13-е, по стилю союзников 25 октября 1854 года, всего лишь одна 12-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта Лепранди одержала сенсационную победу на поле Балаклавского сражения. В историю это сражение вошло как «Дело Лепранди», это правильное его название. «Дело Лепранди» произойдет в 5 часов утра. Русские неожиданно атакуют англичан и турок, которые будут находиться на высотах, на которых они построят 4 турецких редута, вооружат их британской артиллерии, там будет стоять небольшой британский гарнизон и турецкая пехота. Так вот, когда начнется атака, турки и англичане ничего не поймут, потому что русские выиграют сражение благодаря вот этому предмету. Лепранди, генерал-лейтенант, единственный офицер русской императорской армии, который телесно не наказывал никогда рядовых и никогда не штрафовал офицеров, выиграет это сражение благодаря тому, что он подсмотрит на бастионах Севастополя. Моряки привнесли свистки на бастионы Севастополя, поэтому он, зная, как русская армия проиграла месяц назад Альминское сражение, выстроит русских солдат в линию, а офицеров, убрав барабанщиков и гарнистов, заставит командовать солдатами свистком. Это будет неожиданно для неприятеля, мы ударим и займем сразу все 4 турецких редута, заберем у англичан 11 пушек, это несмотря на то, что англичане у нас месяц назад забрали 3 пушки, это самые ценные регалии Британской империи на сегодняшний день, мы забрали у них через месяц 11 пушек, заняли 4 турецких редута, теперь эти высоты называются Семякины, поэтому дорога, по которой вы едете в сторону Ялты, мимо Балаклавы, она проходит как раз напротив Балаклавы по Семякиным высотам, в честь Константина Романовича Семякина, который командовал украинскими азовскими полками, которые атаковали первыми вот эти все 4 турецких редута. После этого была наша попытка атаки Балаклавы, но англичане не хотят признавать, мы можем подойти с вами, я вам сейчас покажу одну интересную вещь. Этот миф придумал Уильям Ховард Рассел, собственный корреспондент британской газеты Times. Вот эта вот картина находится в музее армии Челси, оригинальная, да? Здесь не показан ров и не показаны пики, здесь показаны лишь только 93-й шотландский полк Сазерленда, который якобы в чистом поле остановит 5000-й кавалерийский отряд генерала Рыжова. Генерал Рыжов, увидев перед собой ров, за рвом он увидит пики, выстроившись в 200 метров шотландцы, из себя большой угрозы не представляли. Представляла угроза это орудия британской королевской артиллерии, которые находились за шотландцами. Так уж получилось, что шотландцы с собою закрыли русских кавалеристов от огня британской артиллерии. Поэтому русский генерал, понимая, что сейчас он может понести напрасные потери, отвернул от Балаклавы. Так у нас совершилась неудачная попытка штурма Балаклавы. На этом генерал Лепранди сражение не закончил. Он приказал киевским гусарам съездить в район 6-го турецкого редуда. Это сейчас Ялтинское кольцо, там стоит сейчас памятник киевским гусарам. Представляете, наши гусары на таком аллюре вскакивают на холм, а за этим холмом, как и предполагал Лепранди, находится тяжелая бригада с Карлетом. Британская знать служит только в двух подразделениях – в тяжелой бригаде Скарлетта и легкой бригаде Кардигана. Поэтому киевские гусары срывают атаку британцев, которые хотели ударить русским во фланг. Атаковав нас во фланг, они хотели нас отрезать от основных сил русской армии, находящейся на Федюхиных высотах. Поэтому во время этого боя британцы впервые применили против нас револьверы системы Адамсона и Кольта. Несмотря на это, русские одержали вверх. Киевские гусары разбили тяжелую бригаду Скарлетт. Она была вынуждена отступить. Но и Лепранди отвел киевский гусар в тыл третьей донской батареи. Огромное спасибо, что вы поделились этой важной информацией с нами. К сожалению, прямой эфир у нас, и мы не можем очень долго посвящать время Балаклавскому сражению. Но вас можно слушать бесконечно долго. Мы находились в музее истории Балаклавы. Это очень интересный музей, в котором экспонаты посвящены Крымской войне, сражению Балаклавскому сражению. И поэтому здесь будет интересно не только взрослым, но и детям. И, соответственно, приходите все, всем познавательного отдыха. Я передаю слово в студию.